Мне нравится проверить эту поговорку. Надо сказать, что и Даниилу были блестящие ее опровержения. И самый яркий пример, безусловно, это Джордж Форман, который после двадцатилетнего перерыва вернулся на рим, завоевал чемпионский титул 44 года. Представляем боксера, Сэмюэл Питер, действующий чемпион мира. 30 побед, одно поражение, 23 поединка, закончил нокаут. Это Сэмюэл Питер по прозвищу нигерийский кошмар. Сэмюэл Питер по прозвищу нигерийский кошмар. Вкратце о бойцах. Питер, боксер, крайне опасный. Сэмюэл Питер! Питер по прозвищу нигерийский кошмар. И огромный гол. Отличный левый трюк. Встречный проводит Гличко. И затем встречный правый кросс. Питер пошатнулся. В свою очередь очень важные козыры. Хорошо сейчас проводят опережение комбинации Виталий и превосходный апперкот. Виталий. Проходит точно. Итак, вы видите сами, какова разница в росте. Виталий намного превышает два метра. Два метра и один сантиметр. Главное другое. В первую очередь это опыт. Виталий боксер. Очень искушенный. Это, безусловно, характер. Он настоящий боец. Ну и, наконец, у Виталия такое важное качество, как нестандартная техника. Или в шутку называют корявыми. С Виталием очень трудное дело в ринге. Вы видите сами, в какой физической и спортивной форме он находится в данный момент. Дело в том, что четырехлетний перерыв, да еще выход сразу на чемпионство разогревочных поединков с Виталией. Гораздо быстрее в ударах, чем на ногах. Он только внешне кажется таким увольным. Артиллерия у него совершенно пушечная. Застаивается нельзя. Конечно, мы так же... Превосходная комбинация Виталия. Превосходная комбинация. Превосходная комбинация. Виталия. Это ноги и голова. И вот сейчас... Виталий застоялся. И на скачке... По-моему, первый раз за скачки. Поэтому самое трудное и самое опасное пока что впереди. И об этом тоже необходимо помнить. В мэре Киева. Это же не было поступком. Было искреннее желание. Когда я беседовал с ним на эту тему. Значит, и необходимость помочь родному городу, родной стране. И вот здесь есть очень такой важный момент. Его ответа я понял. Одно. Для него это дело в принципе. Причем ему пришлось перетерпеть тяжелейшие операции. Здесь вот он превосходный. Идет только третий раунд. Это нужно ему для того, чтобы внушить сопернику неуверенность в эффективности его ударов. Эффективность его действий. Ну вот, посмотрите. Виталий Кличко. Вообще говоря, Виталий Кличко отличается тем, что он умеет и готов. И пока что чувствует себя в безопасности. Которая не расставила в тупике его соперника. Смотрите. Левая рука болтается. За всю его карьеру никому не удавалось поймать Виталия. Удары в туловище. Но пока что еще. Прекрасно сейчас. Ну а удары вы сами видите. Они летят из непонятных положений. Удары очень жесткие. Существует такое опасение. Руки совершенно опущены. Вот посмотрите. Как бросил. Виталий не успеет. Уйдет. Качественно. Когда у них, казалось бы, совершенно нету силы. Вновь хороший правый кросс. Ну вот. Четыре успешных, я бы сказал, раунда для Виталия Кличко. Он начал уже закрываться. И хорошая сейчас была комбинация. Только не зарываться сейчас. Не зарываться. Да. Вот это постоянная назойливая работа. Полуснизу. Затем. Все это пока что выглядит как игра к тому сценарию, который Виталий Кличко. Причем я упоминаю слово действующая коллизия. Виталий Кличко, когда объявился из профессионального бокса, Сохранил за собой. Как я уже говорил. В бою. В его действиях. Но не будем забывать. Может перевалим Кличко на удар. Хитрый фокус. Для Виталия Кличко необходимо выполнять эту задачу. Ну и. А то и на правый кросс. Поиграл младшему брату Виталию. Владимиру Кличко. Такой в котором Владимир доказал, что у него есть характер. Властном решении всех судей одержал победу. Виталий Кличко. Сейчас рискованно действовал Виталий, пытаясь встретить апперкотом своего соперника. Довольно много было попаданий. Я��ей, пытаясь встретить его. Я тут не могу. Питер грамотно амортизирует удары. А вот сейчас был действительно жесткий удар. Опять высоко. И нужно продолжать в том же духе. в том же духе. Хорошо смещается сейчас Виталий. Вот эти постоянные смещения. Еще один жесткий правый прямой. Как мы знаем, главное, чтобы находиться максимально близко к БКУ. И при этом оставались. Он находится рядом. Почти. Практически не пропускал удары. Отнимают силы у соперника. И вот мы видим, как тяжело возвращается. Вот жесткий правый кросс, который начинал работать с братьевым крючком. Вот мы видим. Угол самого пятого продолжения боя. Что именно произошло? Возможно, сам сам решил, что нету у него больше шансов выиграть этот поединок, которым ни единого шанса не оставил Виталий. Кто только не был чемпионом мира. Только что на наших глазах Виталий Кличко.